МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Меня зовут Наташа и добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас в видео прекрасное праздничное настроение, потому что скоро что? Новый год! И сегодня у нас обзор палеточки Секрет Санта. Знаете, эта палетка меня вдохновила вот на такой вот образ. Кстати сказать, давным-давно, где-то года два назад, у меня уже было видео перевоплощения в Санта Клауса, ну или в Дедушку Мороза, как кому больше нравится. У меня там получился очень угарный Санта, так что обязательно посмотрите это видео, если еще не смотрели. Ссылочка на него, знаете, да? В описании. Ну и возвращаемся к сегодняшнему обзору. У Ламель вышли очень интересные, знаете, такие вещи. Коллекция Мунрайз, которую я, кстати, тоже купила, и вот такая вот палеточка Секрет Санта. Все эти новиночки я купила в Золотом Яблоке. На коллекцию Мунрайз обязательно будет обзор. В Золотом Яблоке эта палетка Секрет Санта обошлась мне в 584 рубля. Она была со скидкой, так она стоит, ну, где-то 600 с лишним. То есть палеточка очень даже бюджетная. Ну и оформление у нее весьма привлекательное, такое праздничное. Прям письмо Деду Морозу, ну или Санта-Клаусу, да? В данном случае Санта-Клаус. Написано кому Санта-Клаусу. Адрес очень круто выполнено. В пластике весьма качественно. Зеркала, конечно, здесь нет, но, знаете, в данном случае меня это не очень огорчает, потому что в целом весьма такое красивое праздничное оформление, которое дарит вот это ощущение приближающегося нового года. В палетке всего 9 оттенков. И знаете, цветовая гамма весьма такая тоже праздничная. Есть красноватые оттенки и коричневатые, всякие розные металлики интересные. Конечно, большую часть всех этих оттенков составляют сияшки. Ну, это как бы и понятно. Палетка-то праздничная, хочется больше сияния, хочется сверкать в Новый год. Что касается в общем цветовой гаммы, теплая она или холодная, ну, скорее она теплая, поскольку прям холодных оттенков каких-то здесь не так уж много. Но здесь много интересных и действительно красивых оттенков. В плане текстур, текстуры плюс-минус похожи друг на друга, за исключением некоторых нюансов. Давайте рассмотрим сначала три самых верхних оттенка. Это металлики. Это металлики просто как металлическая фольга. Текстура у этих оттенков похожа, за исключением, наверное, такого сиренефиолетового оттенка. Он более мягкий, чем розовый и такой золотисто-зеленоватый оттенок. У всех у них очень хорошая пигментация и очень плотный оттенок. И сияние у них именно металлической фольги. Очень круто и неожиданно, не ожидало такого отламель. Оттенок, который золотистый, он дуахромит. Причем это дуахром на какой-то такой бордовой базе. Он дуахромит из бордово-золотистого в какой-то медно-зеленоватый. Очень интересно. Ну и вообще оттенок, в принципе, и тот сиренево-фиолетовый красивый, и розовенький. Но он не то, чтобы прям розовый, но такой бордово-розовый, но тоже очень красивый. Вообще я заметила, что основа цветовая у всех этих металликов какая-то именно бордово-красная. Ну вот под стать, собственно говоря, оформлению этой палетки. Ну металлики здесь, конечно, крутые. Очень неожиданно. И текстура приятная. Вот у сиренево-фиолетового более мягкая, а у других она слегка маслянистая. То есть они чуть более плотно спрессованы, но, знаете, они так круто сводчатся и так сверкают, прям, ну, ослепляют, можно сказать. Что касается трех других оттенков. Они также похожи по текстуре. Оттенок, который коричнево-розовый, он тоже чуть более мягкий. Его текстура похожа на фиолетовый. Текстура зеленого, в принципе, также похожа на предыдущий оттенок. Единственная текстура такого серо-черного с блестками оттенка немножко отличается. В нем чувствуется небольшая шероховатость, поскольку он прям содержит в себе обилие серебристых блесточек. Ну, кстати, посвочился он довольно-таки гладко. То есть в нем не видны эти блесточки, они как-то слились воедино. И эти оттенки также имеют очень плотный цвет. И цвет нереально сияющий. Это также металлики. Конечно, оттенок, который самый темный, этот серо-черный, он сверкает чуть меньше. Но это, наверное, за счет просто его такого темного оттенка. Он меньше проявляет свое сияние. Но в целом сияшки просто обалденные, неожиданные. И на самом деле, когда я увидела в инстаграме у Ламель эту палетку, конечно, мне она понравилась внешне, но я не ожидала, что здесь будут такие сверкающие металлики. Просто фольгированные оттенки. Они очень красивые, они очень сверкают. И они под стать этой палетке, потому что Новый год, хочется больше сияния, сверкания, блесточек. Вот прям это супер в тему. Что касается матовых оттенков, у них текстура немножечко отличается. Например, красный оттенок, он чуть более сухой. Пигментация у них средняя. Я бы не сказала, что супер они пигментированы. Но, думаю, если прикладывающими движениями набивать эти оттенки на консилер или на базу, все будет очень даже неплохо. Конечно, матовые это не звезды этой палетки, но они не провальные. Нет, не могу сказать, что они провальные. Но все-таки металлики, эти роскошные сияшки, они такие крутые. И здесь их целых шесть штук. Целых шесть крутых сияшек в палетке за почти что 600 рублей. Это бомба, это роскошная новогодняя палетка. Она красивая в оформлении, здесь такие бомбические сияшки. Знаете, мне вообще кажется, что 2021 год это год, когда я хвалю ламель. Я, блин, постоянно нахваливаю ламель, если так посмотреть по моим видео. Палетку Glam нахваливала, маленькие палетки To Go нахваливала. Что я там еще нахваливала? Ну, кучу всего нахваливала. Так что прям ламель меня радует. Что касается макияжа, да, тут хвалю-хвалю, там на сводчах красиво. Может в макияж это и некрасиво. Может сыпется, кто знает, да. Давайте я вам расскажу, что у нас по макияжу получилось. Макияж я начала с матового темно-коричневого оттенка. Он на коже проявляет себя больше бордовым. Бордово-коричневым он становится именно на коже. Я нанесла его сначала на нижний век и потом вырисовала треугольную форму, которая продолжается на складку. Затем я воспользовалась красным матовым оттенком. Я нарисовала им стрелку на внутреннем уголке и также прошлась по подвижному веку. Затем я приступила к сияющим оттенкам. Фиолетово-сиреневый оттенок, сияющий, я начала наносить на подвижный век и нанесла его почти что до середины века. Он передается кистью не слишком хорошо, поэтому я его дослоила пальчиком. Немножечко растерла и получилось красиво. На центр подвижного века я нанесла зеленый металлик. Он также кистью передается не слишком хорошо, поэтому я его также наносила пальчиком и потом растирала кистью. И уже ближе ко внутреннему уголку я нанесла золотистый оттенок. Кистью он передается лучше, чем предыдущие оттенки. На нижний век я нанесла самый темный черно-серый сияющий оттенок. Я нанесла его где-то на центр подвижного века. При нанесении всех этих оттенков мне ничего не осыпалось. Даже вот этот самый темный сияющий оттенок с блестками. Я была уверена, что эти блестки мне просто посыпятся в глаза. Но нет, знаете, все очень даже неплохо. Конечно, вот эти вот металлики активные не так уж сильно хорошо кистью передаются, поэтому нужно как бы на кисть их немножечко так подковыривать. Но я для быстроты нанесла пальчиком, хотя я это не очень люблю. Немножечко веком мне пожевали эти оттенки, но немножечко. То есть сначала, когда я их нанесла, я увидела пожеванность, потом я растерла так пальчиком, и в принципе особой пожеванности не осталось. Мне очень нравится, как празднично, как нарядно смотрятся все эти оттенки. Они так же роскошно сияют на веки, они не осыпаются. Да, кистью не слишком хорошо передаются, но пришлось воспользоваться пальчиком. Я считаю, что за такую небольшую цену это отличная праздничная палетка. Здесь в принципе есть чем затемнить. Да, коричневый оттенок есть, но он больше становится бордовым на веки, но все равно он темный, и можно затемнить внешний уголок, подвести нижнее веко. Вот этим красным оттенком, знаете, вырисовала очень сочную красно-алую стрелку на внутреннем уголке. То есть если такими прикладывающими движениями матовые наносить, то они тоже сочно себя проявляют. Но от сияшек я просто в восторге. Я уже отсняла фавориты 2021 года, но если бы я не отсняла их, то вот эта палетка была бы достойна попасть в это видео, поскольку она классная. За небольшие деньги я просто в восторге. Она нарядная, красивая, здесь разнообразие оттенков, здесь нет каких-то стандартных обычных золотых, бежевых, которые уже достали. Здесь красивый и зелененький. И вот такой дуахромчик какой-то золотисто-зеленовато-медный. И сиренево-фиолетовый, и розовенький, и бежево-розовенький. И вот этот вот с блесточками красивый. Он, кстати, очень круто смотрится на нижнем веке, знаете, так поблескивает. Нижнее веко круто. В общем, я в восторге. Я в восторге. Но, смотрите, это как бы лимиточка. Так что не упустите шанс ее купить. Потому что потом, мне кажется, будете жалеть, если не купите вот эту красоту. Она недорогая. Поэтому давайте, смотрите. Если есть желание купить, это нужно сделать сейчас, потому что, потому что потом все не успеете. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Понравился мой новогодний образ. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если еще не подписаны, пишите комментарии, что вы думаете по поводу этой палетки. Также обязательно ставьте лайки, поскольку все это помогает в развитии моего канала. И не забывайте, скоро будет обзор на коллекцию Moonrise. Наверняка эта коллекция также вас привлекает. Ну что ж, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok